Ежедневно мы сливаем стаминозацию 10 литров грязной воды, получая фекальные стоки. Их обязательно нужно очищать, иначе города захлебнутся в нечистотах, как это уже происходило в Средневековье. Для очистки фекальных стоков используют специальные станции водоочистки. В этом ролике мы расскажем, как они работают. Сначала от стоков отделяют механические примеси, а то, что осталось, очищают биологическим методом. В нем органическое вещество фекальных стоков служит пищеактивному илу, сложенной к системе микроорганизмов. Ил при этом растет и дышит. В результате большая часть органического вещества превращается в углекислый газ, а меньшая накапливается в виде биомассы ила. Биомассу ила постоянно отделяют, а очищенную воду сливают в реку. Ил перерабатывают на смесь метана с углекислым газом. Метан сжигают в электрогенераторах и получают электроэнергию. А теперь давайте посмотрим, как эта схема реализуется в железе и бетоне, и какие в буквальном смысле подводные камни при этом возникают. Куда попадают фекалии в первую очередь? Начнем с того, что отдельные несознательные товарищи выбрасывают в канализацию всякий твердый мусор. Если он не забивает трубы в доме, то он попадает на очистные сооружения. Поэтому первое, что встречает стоки на очистных сооружениях, это фильтрующие решетки. После решеток воду поднимают насосами, чтобы дальше она шла по системе самотеком. После подъема жидкость попадает в песколовку. Это лоток, по которому вода идет с такой скоростью, что песок оседает, а более легкая органическая взвесь нет. Специальный скребок выскребает песок в приямок, после чего песок вывозят на свалку. Далее возникает проблема. За одно и то же время через систему должен проходить одинаковый объем стоков. Однако образуются они неравномерно. Утром больше, ночью меньше. Эта проблема решается при помощи усреднителей, куда попадают стоки после песколовки. Они накапливают стоки, когда их поступает много, и расходуют, когда их поступает мало. А выходит из усреднителя постоянный объем 4,5 тысячи кубометров в час. Чтобы взвеси раньше времени не оседали в усреднителях, их содержимое перемешивают. Из усреднителей стоки текут в первичный отстойник, где отделяются органические взвеси. Стоки подаются в центр отстойника и расходятся к краям. Скорость потока при этом, разумеется, падает. Взвеси оседают на дно, формируя осадок, который на 95% состоит из воды. Осадок под собственной тяжестью стекает через небольшую трубу в центре. Дальше насосы поднимают его в метантенке на получение метана. Кроме того, в первичном отстойнике на поверхность всплывают вещества, которые легче воды и нерастворимы в ней. В первую очередь это жиры. Специальным скребком, который ходит по кругу поверхности отстойника, эти вещества сбрасывают в жиросборник. А из жиросборника тоже отправляют в метантенке. От центра отстойника к его краям вода доходит примерно за 2 часа. Потеряв по пути взвешенные частицы, она сливается в лоток, откуда дальше идет на биологическую очистку. Подытожим схему механической очистки стоков. Сначала стоки проходят через решетки, где отделяется крупный мусор. Далее они поступают на песколовку, а оттуда в усреднитель. Из усреднителя они переправляются в первичный отстойник, где отделяются осадок и жиры. То, что осталось, идет далее на биологическую очистку. Кто и где питается нашими фекалиями? Биологическая очистка происходит в аэротенках. В них органические вещества стоков служат питательной средой для активного ила. А аэротенками их называют потому, что снизу через них энергично продувают воздух, который нужен микроорганизмам для дыхания и переработки органического вещества на углекислый газ. Для этого используют компрессоры. Они засасывают воздух через большие решетки и под давлением выдувают его в аэротенк. Вода протекает через аэротенки за 8 часов. После этого вода попадает во вторичные отстойники, которые работают так же, как и первичные. Здесь ил оседает на дно и под собственной массой уходит в илосос, который движется по кругу. Очищенная вода стекает через гребенку. Получившийся ил содержит всего 0,3% сухого вещества. Перед переработкой его нужно сконцентрировать. Это происходит в илоуплотнителях, таких же отстойниках, где ил медленно оседает. После этого в нем содержится уже 2% сухого вещества по массе. Казалось бы, увеличение небольшое, но для этого из ила нужно удалить больше 80% воды. Она стекает и направляется в начало цепочки очистки. Вода после вторичных отстойников удовлетворяет всем нормам для сточных вод. В ней почти не осталось органических веществ, и даже болезнетворные организмы пали в борьбе с активным илом. Однако, чтобы стоки удовлетворили самым жестким рыбохозяйственным нормам, на момент съемки этого ролика на Ивановской станции водочистки строились установки для мембранной фильтрации и ультрафиолетовой обработки стоков. Куда девать огромные массы наросшего ила? Сырой осадок и отстойный ил попадают сюда, в метантенке. Здесь они преют без доступа воздуха при 50 градусах Цельсия, разлагаясь на метан и углекислый газ. Полученную газовую смесь сжигают в электрогенераторах. Электроэнергия идет на питание насосов и компрессоров, так что станция обеспечивает себя электричеством сама. И остается одна нерешенная проблема. Что делать с остатками ила? Органического вещества в нем почти не осталось. Минеральной особой ценности не представляет. К тому же в нем по-прежнему больше 90% воды. Сейчас его досушивают до 20% и вывозят на свалку. Но это затратно, так что вполне возможно, что решать эту проблему придется именно вам. Все процессы на станции полностью автоматизированы и в норме контролируются одним диспетчером. А всего на этой станции работает 35 сотрудников. И пока эти люди стоят на страже чистоты стоков, отечество может быть спокойным. А сейчас мы покажем вам космические снимки этой станции водоочистки, а вы скажете, где на них что находится. Где находятся первичные отстойники? Вот они. Где находится песколовка? Вот она. Где находится канал, по которому очищенную воду сбрасывают в реку? Вот он. Что это такое? Это метановые тенки. А что это такое? Это аэротенки. И, наконец, что это такое? Это компрессорная для аэротенков. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.